Теплом и гомоном врачей Мое детство как-то сразу перешло во взрослую жизнь Перерывок между боями я часто вспоминаю Школу, вальс А наутро война Решили всем классом идти на фронт Но девчонок оставили проходить месячные курсы с инструкторами Когда я прибыла в дивизию, уже видела раненых Говорили, что у этих ребят нашего оружия не было Добывали в бою Мои первые ощущения беспомощности и страха Я испытала в августе 41-го Ребята, есть кто живой? Прибираясь по окопу, спрашивала я Сматриваясь в каждый метр земли Ребята, кому помощь нужна? Я переворачивала мертвые тела Все они смотрели на меня Да никто не просил о помощи Потому что уже не слышали Ордолёк уничтожил всех Ну не может такого быть! Хоть кто-то должен остаться в живых! Петя! Игорь! Иван! Алёшка! Я подползла к пулемету и видела Ивана «Ванечка! Иван!» Закричала я во всему из своих лёгких Но тело уже остыло И только голубые глаза Бежизненно смотрели в небо Спустившись во второй окон Я услышала сон «Есть кто живой? Люди, отъявите их кто-нибудь!» Стон повторился Неясный, глухой Мегом выберет Пробежал мимо мертвых тел Ища его, оставшегося живым «Не беги! Я здесь! Я здесь!» И снова стала переворачивать всех Кто попадался на пути «Нет, нет, нет! Я обязательно тебя найду! Только дожди! Не умирай!» И спрыгнула в другой окон Вверх взлетела ракета Осветив его Сон повторился Где-то совсем рядом «Я же потом в себе Никогда не прощу Что не нашла тебя!» Закричала я и скомандовала себе «Давай, давай! Прислушайся! Ты найдешь его, ты сможешь!» Еще немного и конец окон «Боже, как страшно!» «Господи, если ты совершенствуешь, Помоги мне его найти!» Вы шептала я и устала на колени «Я, комсомолка!» «Просила Господа помощь!» «Это чудо!» Но суд повторился «Да, замок, как заякопа!» «Держи!» «Придется пакет достать», — тихо прошептал он, умеряясь. Я прикрыла его глаза. Передо мной лежал совсем чего молоденький лейтенант. «Как же это? Какой пакет? Куда? Ты не сказал куда? Ты не сказал куда?» Осматривая все вокруг, вдруг увидела пакет, корчащийся пока. «Срочно!» — поплатила надпись, подчеркнутая красным карандашом. «Поливай почты штаба Дениска». Сидя с ним, молоденьким лейтенантом, прощалась. А слезы катились из глаз, одна за другой. Взяв ему документы, шла по попу. Шатаясь, меня подошлила, когда закрывала по пути глаза мертвым бойцам. Документы я поставила в штаб. И сведения там действительно были очень важны. Да только вот медаль, которую мне вручила, мою первую боевую награду, никогда не надевала. Потому как принадлежала она тому лейтенанту, Истанькову Ивану Ивановичу. После окончания войны я передала эту медаль пасе лейтенанту и рассказала, как он погиб. А пока шли бои. Четвертый год войны. За это время я совсем посидела. Рыжие волосы стали совершенно белыми. Приближалась весна с теплом и граченным голодом. АПЛОДИСМЕНТЫ